Клин это еще один простой механизм. Он представляет собой разновидность наклонной плоскости. Посмотрим, как это устройство работает. Боковины стянуты резинкой и раздвинуть их руками довольно трудно, но если надавить на клин сверху, он постепенно их раздвинет. Так работают нож, топор, рубанок и другие режущие и колющие инструменты. Разберемся, какой выигрыш в силе дает клин. Пусть стенки, которые раздвигает клин, сдавливаются с обеих сторон силами ФБ, а клин вдавливается между этими стенками силой ФА. Когда клин проходит расстояние А, каждая стенка отодвигается на расстояние В. Приравнивая работы, получаем, что ФА умножить на А равняется дважды ФБ умножить на В. Дважды, потому что клину приходится раздвигать обе стенки. Этот бумажный треугольник изображает наклонную плоскость. Накрутим его на трубку и получим винтовую линию. В механике винт это еще один механизм, представляющий собой вариант наклонной плоскости. К винту обычно добавляется рычаг. Болт и гаечный ключ это винт и рычаг. Шурупа-отвертка это тоже винт и рычаг. И струбцина это тоже рычаг, добавленный к винту. В тисках соединено сразу несколько простых механизмов. Во-первых, это рычаг, с помощью которого мы вращаем ось. На оси находится винт, это наклонная плоскость, свернутая в трубочку. С помощью винта перемещается подвижная щечка тисков. За один оборот, конец рычага проходит по кругу примерно 360 миллиметров, а щечка при этом смещается на 3 миллиметра. Если бы не было трения, согласно золотому правилу механики, такое устройство давало бы усиление в 120 раз. Но даже и с учетом трения, тиски дают выигрыш в силе в несколько десятков раз. Смять эту трубку пальцами у меня никак не получится. Но я вставляю ее в тиски, вращаю рукоятку рычага, и трубка сжимается на наших глазах. Винт в соединении с шестеренкой образует червячную передачу. С ее помощью быстрое вращение электродвигателя преобразуется в медленное вращение шестеренки. Все простые механизмы, начиная с рычага и заканчивая винтом, были изобретены давным-давно, но они продолжают служить людям и в наше время.